Если мы говорим о результатах лечения за последние 45 лет, мы видим, как улучшились показатели выживаемости больных метастатическим раком молочной железы, начиная с 1974 года, это дата моего рождения, до настоящего времени, мы видим улучшение показателей общей выживаемости, и это связано, конечно же, с активным системным лечением в отношении биологического потипа. Это достаточно любимый мною слайд, но он четко разграничивает и важность молекулярно-генетического и иммуногистохимического исследования на определение биологически-таргетного назначения лечения больным. И для хердопозитивного рака молочной железы тростозумаб является в настоящий момент обязательным препаратом для лечения данной категории больных, так же, как обязательным таргетным препаратом для лечения гормона позитивного рака молочной железы становится ингибитор циклинзависимых киназ. Для трижды негативного рака молочной железы мы словно на распутье, три дороги. Если есть PDL-экспрессия, у нас теперь появляются два препарата, тезолизумаб уже вошел во все рекомендации. Скоро мы увидим здесь пембролизумаб в комбинации с химиотерапией. О комбинаторном партнере последних мы еще несколько поговорим. Если есть берсия и мутации, пациенты уже получали предлеченные лечения, то, конечно же, здесь назначение парп ингибиторов, а если для трижды негативного рака молочной железы мы не видим ни PDL-экспрессии, ни берсии и мутации, то это опция назначения химиотерапии. Ну и далее следующий слайд. Если мы говорим опять-таки о трижды негативном раке молочной железы, то показатели пятилетней выживаемости наиболее низкие. И на сегодняшний момент трижды негативный рак молочной железы является крайне гетерогенной группой. На сегодняшний день также известно, что иммунотерапия эффективна лишь для ограниченной группы больных, это базальный подтип. И одним из наиболее важных вопросов является возможность применения иммунотерапии и при других подтипах трижды негативного рака молочной железы химиотерапия индуцирует множество иммуномодулирующих изменений в микроокружении опухоли, который влияет на эффективность иммунотерапии. Во-первых, эцитостатики способствуют высвобождению опухолевых антигенов, а также регулируют экспрессию PDL и других иммунных рецепторов на клетках. И в чате был вопрос, можно ли определять PDL и экспрессию после проведенной химиотерапии. Да, можно. Другое дело, что в настоящий момент в рамках регистрационных удостоверений как от изолизумаба, так и пембролизумаба назначается данная терапия в первой линии. И большое количество консенсусов и обсуждений, что нецелесообразно назначать иммунотерапию у пациентов предлеченных. Мы не увидим ответа, и, пожалуй, у нас сейчас нет стой значимой доказательной базы, которая бы нам позволила. И теперь, коллеги, я попрошу все-таки приступить к голосованию, то, к чему мы привыкли в наших с вами встречах. Здесь четыре вопроса. Так, у меня вот, например, на голосовании, на моем я не вижу вопроса, но неважно, надеюсь, что видят другие коллеги. Так, первый вариант. Определяя уровень экспрессии PDL у больных метастатическим трижды негативным раком молочной железы, независимо от линии. Определяя уровень экспрессии PDL у больных метастатическим трижды негативным раком молочной железы, не получавших лечения по поводу метастатической болезни. Определяя уровень экспрессии PDL у больных метастатическим раком молочной железы, независимо от линии и биологического подтипа. И не определяю PDL-экспрессию. Пожалуйста, коллеги, голосуем. Так, вот, я, тоже у меня появилась такая возможность. Сейчас мы потратим несколько секунд. Как выяснилось, 10 секунд это очень долго. Александр Алексеевич, вы голосуете? Да. Ну что ж, Олег Сергеевич, как у нас идет с голосованием? Ну что ж, так скажем, что определяет в соответствии с регистрационным удостоверением 40% наших слушателей, что, по сути, является наиболее оптимальным. Все-таки не имеют возможности определения. Но хотелось бы сказать, что, во-первых, по программе русско-канцер-дженом у нас есть возможность определения PDL-экспрессии. Для этого достаточно зарегистрироваться и получить возможность. Ну вот у нас активно идет голосование. Но, тем не менее, все-таки в настоящий момент целесообразно определять PDL-экспрессию у нелеченных пациентов первой линии. Либо пациенты, которые получали адювантное лечение, но, опять-таки, по поводу метастатической болезни не проводилось лечение. Потому что в настоящий момент у нас нет доказательной базы, которая бы подтверждала это. И тот даже опыт, который в настоящий момент имеется, все-таки мы не видим ответа на иммунотерапию у пациентов предлеченных. Следующий слайд. В ходе Конгресса были также доложены результаты по дополнительным вторичным конечным точкам, по изучению применения пемпролизумаба с различными комбинаторными партнерами, коими в данном случае рассматривались несколько комбинаторных партнеров. Так, извините, пожалуйста. Но и наихудший результат мы увидели у пациентов, которые получали комбинацию гемцитабина с карбоплотином. Также значимый ответ все-таки был получен в качестве комбинаторного партнера, когда выбирался на поклитоксил. И аналогичные результаты по комбинаторному партнеру были получены в исследовании ПЭЙШН-130 на поклитоксиле. И опять-таки здесь несколько расхождений. Когда в исследовании ПЭЙШН-131 назначался вместе с отезолизумабом еженедельный поклитоксил, точнее, не еженедельный, а назначался еженедельный поклитоксил, то мы не увидели ответа, и даже показатели эффективности были хуже, чем у пациентов, которые не получали отезолизумаб. Это было связано с тем, что длительная и постоянная терапия кортикостероидом приводила к иммуносупрессии и подавлению возможного иммунного ответа. И то, что мы здесь увидели ответ на поклитоксиле как комбинаторного партнера, тоже несколько для нас удивительно. Но я думаю, что такого прямого сравнения результатов между комбинаторными партнерами предусмотрено не было. И будем ждать все-таки полного понимания в качестве комбинаторного партнера. Но наиболее оптимальный настоящий момент это все-таки являются напоклитоксил и пемпролизумаб, зарегистрирован для первой линии, трижды негативного рака молочной железы с PD-Л-экспрессией при критерии СПС более 10. То, что мы ждем такого же препарата, как тростозумаб для лечения хердопозитивного рака молочной железы, который не только изменил биологию лечения, но и совершил революцию в лечении больных хердопозитивным раком молочной железы, так как пациенты стали жить долго и переживать пятилетний рубеж в первой линии, то большие надежды возлагаются на коньюгат моноклонального антитела к поверхностному антигену трофобластических клеток в комбинации с помощью водорастворимого линкера мостика с метаболитом Ирины Текана. И FDA в апреле 2020 года присвоила статус ускоренное владобрение социтозумабу и гавитыкану для лечения больных метастатическим трижды негативным раком молочной железы, получавших 2 и более линия терапии. Хотелось бы отметить, что здесь показано лечение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости при применении социтозумабу и гавитыкану у больных метастатическим трижды негативным раком молочной железы, получавших 2 и более линии. И мы всегда обращаем на наш любимый показатель относительного риска, который здесь составил 0,48. То есть означает, что мы все считаем от 100 отнимаем 48, получается на 52% сниженный риск смерти у пациентов, которые получали социтозумаб, язык сломаешь гавитыкан, по сравнению с терапией по выбору врача. 12,1 по сравнению с 6,7 месяцев. И здесь опять большие надежды возлагались на применение такого иммуноконюгата для трижды негативного рака молочной железы. А мы прекрасно знаем, что если для хердопозитивного рака молочной железы с метастазами в головном мозге у пациентов продолжение таргетной терапии значимо улучшает показатели, пациенты живут долго и качественно, но для трижды негативного рака молочной железы с метастазами в головном мозге прогноз крайний и благоприятен. Большие надежды возлагаются опять-таки на таргетную терапию. И если мы увидели различия в отношении медианы выживаемости без прогрессирования 2,8 по сравнению с 1,6, то если мы видим по показателям общей выживаемости 6,8 месяцев в группе иммуноконюгата по сравнению с 7,5 терапией по выбору врача, не оправдались надежды в отношении выбора с ацитутузумаба-гавитекана для лечения больных трижды негативным раком молочной железы с метастазами в головном мозге. Наиболее частыми токсичностью являлась гематологичная токсичность, эмитогенный эффект тошнота и диарея, и также остыния. Что хотелось бы отметить, что для нас ингибирование АКТ пути является достаточно заманчивой стратегией. И препарат Ипотасиртип, пероральный высокоспецифичный малая молекула, воздействует на все три формы изофор АКТ, серин, трианин, протеин, киназы, который блокирует сигнальный путь, ПИТ, реке, АКТ, ключевой фактор роста и деления клетки. И здесь проводилось исследование Ипот-Юнити-130, исследование третьей фазы, сравнивавшей Ипотасиртип в комбинации с Паклитокселом при мутациях ПИТ-3К, АКТ-1, ПТН сигнального пути для лечения больных местно распространенным или метастатическим раком молочной железы. Рандомизация происходила 2 к 1. И здесь ранее, согласно результатам клинического исследования второй фазы, ЛОТОС наблюдалось увеличение выживаемости без прогрессирования в группе пациентов с мутацией ПИТ-3К, ПИТ-3С, АКТ-1, ПТН сигнального пути 4,9 по сравнению с 9 месяцами. И обосновывая этим оценку данной группы у больных в исследованиях третьей фазы. Но если мы говорим о клинических исследованиях, то в отношении включения, включались сюда пациенты, получавшие, и стратификация происходила по факторам наличия неодевантной, терапии в анамнезе, географический регион, мутационный статус, соответственно, был ли активирован путь ПИТ-3С и АКТ, сигнальный путь по отношению к мутации ПТН. И что здесь у нас было, соответственно, получено? Отмечено отсутствие преимущества в отношении выживаемости без прогрессирования у пациентов, получавших ипотерсениб плюс поклитоксил по отношению просто к поклитоксилу. В исследовании третьей фазы. И в отношении, если мы говорим, то был отмечен также схожий профиль токсичности. В группе патерсениба и по сравнению с плацидо частота нежелательных явлений составляла 46% по сравнению с 44%. И частота нежелательных явлений... И, кстати, хотелось бы сказать, что таких вот значимых осложнений, приведших к осложнениям пятой степени, это летальной степени, а также обнаружено не было. Но наиболее значимыми ключевыми нежелательными явлениями ипотерсениба являлась, соответственно, в комбинации по клитоксилам, это диарея и эмитогенный эффект. Гормонопозитивный рак молочной железы. То, что Владимир Феорович говорил и обращал внимание, если риск рецидива для трижды негативного рака молочной железы реализуется в первые 5 лет, так фактически в первые несколько лет, то для гормонопозитивного рака молочной железы риск рецидива реализуется после 5 лет. И это связано прежде всего с биологией опухоли, так как гормонотерапия сама по себе не обладает цитостатическим эффектом. Цитостатическими эффектами и микрометастазы могут оставаться длительно спящим режиме в течение многих лет, обладая медленным ростом и активироваться, способствуя возникновению метастазов. И здесь огромное значение приобретает, мы разделяем, конечно же, когда назначаем гормонотерапию, определяем в отношении приобретенной вторичной резистентности или же первичной резистентности. Пути резистентности, если мы говорим о первичной, это активация сигнальных путей, факторов роста пиатрисей, пиатрикекиназа, АКТ-МТОР, а также мутации рецептора эстрогенов и изменения микроокружения опухоли. Если же мы говорим о первичной, изначальной резистентности, то здесь пути возникновения первичной резистентности это несколько, это как амплификация рецептора фактора роста фибробластов, потери рецепторов эстрогенов, модификация рецептора эстрогенов, а также амплификация или экспрессия циклина Д1. И большое значение приобретает так называемая таргетированная гормонотерапия. Но и опять-таки, дорогие коллеги, давайте все-таки попытаемся проголосовать. И сегодня Евгений Наумович нам в своей части первого доклада рассказывал о тех изменениях, которые вошли в клиническую практику. И для больных рецептор эстроген позитивным метастатическим раком молочной железы определение мутации ПИА-3С является достаточно важным, поскольку это постоянная мутация и для нас при планировании лечения крайне важна. На входе в заболевание мы должны обязательно определять данную мутацию, поскольку мы должны планировать, что мы назначим в первой линии, а что мы назначим во второй, при наличии мутации ПИК-3СИ, поскольку Алпилисиб, как единственный в настоящий момент препарат данной группы, зарегистрирован в комбинации с фулвестрантом. Пожалуйста, голосуем. У нас идет голосование. И так как мы уже с вами говорили, что нужно стремиться назначать наиболее эффективное лечение в первой линии, то в первой линии мы назначаем ингибиторы циклинозависимых киназ в комбинации с гормонотерапией, чаще все-таки это ингибиторы ароматазы. И здесь мы видим, что у нас все-таки больше половины респондентов определяют в целом суммарно, все-таки больным определяют мутацию ПИК-3СИ. В настоящий момент есть возможность определения данной мутации по программе русско-канцер-дженом, и я знаю, что в центрах идут клинические исследования по определению данной мутации. И вот исследование, которое было представлено в Сан-Антонио в этом году, исследование, если назовем так, Белив, которое показало, что у пациентов, которые ранее получали ингибиторы циклинозависимых киназ в комбинации с гормонотерапией медианой выживаемости без прогрессирования составило 5,7 месяца. И ответ на данную терапию мы видели у данной группы больных. Основные осложнения, мы должны об этом помнить, что у нас есть таргетная токсичность. И Евгений Наумович сегодня подчеркивал. Поэтому ожидаемо у пациентов, получающих комбинацию алпелесиба с фулвестрантом, будет развиваться гипергликемия. Так как один и тот же путь, как в отношении синтеза, контроля уровня глюкозы в крови, так и ингибирование сигнального пути, то важно, чтобы наши эндокринологи, у нас есть уже ассоциированные кардиологи, ассоциированные дерматологи, также наши эндокринологи знали о такой проблеме, что это не сахарный диабет, а гипергликемия как осложнение на фоне получения нового для нас пока еще таргетного препарата. И гипергликемия возникала практически у половины пациентов и составила частота гипергликемии 63,0%. Ну и еще, мы пока все-таки в своем времени обсуждение, и хотелось бы сказать, что для гормонопозитивного рака молочной железы обсуждался новый пероральный препарат из группы токсанов, который назначался от дозировки в рамках исследования 27 мг на метр квадратный. Один раз в три недели, в отличие от других препаратов токсанового ряда, тезитоксел обладает более длительным периодом полувиведения и не требует премедикации. И в исследовании Контесса, исследовании третьей фазы, сравнивающей тезитоксел в указанной дозировке, в комбинации с редуцированной дозой капицитабид на 1650 мг на метр квадратный, и здесь уже группа сравнений, это был просто капицитабин. Пациенты ранее получали не более одной линии химиотерапии, и опять-таки для лечения распространенного рака молочной железы, но и могли получать токсаны в неу- или одевантном режиме. Ограничения по периоду возникновения рецидива указано не было. В исследовании были включены 685 пациентов, медиана выживаемости без прогрессирования составила 9,8 в группе тезитоксела в комбинации с капицитабином, против 6,9 месяца в группе капицитабина. И относительный риск, мы на него обращаем внимание, составил 0,71, на 29% снижался риск прогрессирования в группе пациентов. И для нас на самом деле очень важно, потому что выбор химиотерапии для нас крайне важен, для данной популяции больных, потому что возникновение висцерального криза – это показание для назначения цитостатиков. Профиль токсичности нейтропиния была наиболее частым нежелательным явлением для данной группы больных и составила 71% по сравнению с 8,3%. Если говорить о HER2-позитивном раке молочной железы, то на настоящий момент у нас есть несколько препаратов, которые скоро ворвутся в нашу клиническую практику. Два из них – малые молекулы. Это тукотениб. В исследовании HER2-климб было показано увеличение как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости. И опять-таки пациенты с метастазами в головном мозге выигрывали в отношении показателей выживаемости без прогрессирования при применении тукотениба. Исследование НАЛО, где малая молекула тириозинкиназный ингибитор увеличила выживаемость без прогрессирования и время до прогрессирования в головном мозге. И исследование Дестини-Брест-01, тростозумаб-диротоксикан, частота объективного ответа, где составила 61%, медиана выживаемости 16,4%. И на симпозиуме Сан-Антонио здесь была посвящена целая постерная сессия. И на что бы хотелось бы здесь медиана уже, если ранее результаты докладывались при медиане наблюдения 11,1%, то в настоящий момент медиана составила 20,5 месяца. 20% по-прежнему пациентов остаются на лечении. Частота объективного ответа составила 61% и 12 случаев полных ответов. Это достаточно характерно для HER2-позитивного рака молочной железы. Медиана продолжительности ответа тоже достаточно высока, 20,8%. Медианы выживаемости без прогрессирования 12,4%. В исследовании комбинации тукатиниба, тростозумаба и капитстабина в зависимости от гормонального статуса было показано, что данная комбинация работает как для больных 3-жды позитивным раком молочной железы, так и для истинных HER2-позитивных пациентов. И здесь мы видим как в том, так и в другой группе улучшение показателей общей выживаемости. Однако, естественно, и это ожидаемо, что при отсутствии кростолка, который характерен для 3-жды позитивного рака молочной железы, мы видим лучшие результаты по медиане общей выживаемости для истинного HER2-позитивного рака молочной железы, который составил 31, по сравнению с 14 месяцами в группе контроля. Ну и на самом деле, если так задуматься, то 3-жды позитивный рак молочной железы считается одной из самых неприятных биологических подтипов в отношении выбора лечения и как в адювантном режиме, так и при метастатическом лечении. И опять-таки исследования НАЛУ, увеличение выживаемости без прогрессирования при применении ретиниба в комбинации с капитстабином. Однако, если мы обратим внимание, что медиана общей выживаемости здесь составила всего лишь 16,5 по сравнению с 15,4 месяца. И если посмотреть и попытаться, как изменятся наши рекомендации для лечения HER2-позитивного рака молочной железы в ближайшем времени, то так же, как и для рака яичников у нас уже вошел в такое понятие, как платиночувствительный и платинорезистентный рецидив, мы, наверное, также будем обращать большое внимание на резистентность к тростозумабу, резистентность уже к иммуноконюгату ТДМ-тростозумабу, но на настоящий момент одно важно, что обязательным комбинаторным партнером для лечения HER2-позитивного рака молочной железы остается тростозумаб, и в первой линии это все-таки двойная блокада тростозумаба с пертузумабом в комбинации с токсанами, потому что пациенты более 50% практически в первой линии переживают пятилетний рубеж, и есть больные, которые до сих пор в рамках клинического исследования, получавшие данную комбинацию, живут без симптомов заболевания. Вторая линия наиболее оптимальна является назначение тростозумаба М-танзина, а дальше с каждым разом у нас возникают с проведением клинических исследований новые опции и новые линии для лечения HER2-позитивного рака молочной железы, и если все зависит на самом деле от чувствительности к тому или иному виду лечения. Поэтому в настоящий момент, конечно, нам повезло, что в настоящий момент у нас есть такие большие возможности для лечения больных раком молочной железы, и современная концепция системного лечения больных раком молочной железы – это все-таки комбинированная терапия. Мы уходим от монотерапии, и мы говорим о назначении таргетной терапии в зависимости от мишеней, такие как рецепторы эстрогенов, экспрессия HER2, PDL-экспрессия, мутация пиктрисией и мутация BRCA1-2. При этом важно помнить, конечно, что мы лечим не рак, а мы лечим больного со злокачественной опухолью, основываясь, конечно же, на пациентцентрированном, проблемно ориентированном. У нас не может быть единого лекала, по которому мы лечим всех больных. Каждый пациент у нас максимально индивидуализированный подход для каждого пациента, с учетом всей доказательной базы о биологии опухоли и ее реакции на системное лечение. Глубоко уважаемые коллеги, мы благодарим вас за ваше внимание. Глубоко уважаемые коллеги, мы благодарим вас за ваше внимание.